Зрелищно и красочно. Так прошел фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад». Он является традиционным. Тысячи людей приехали понаблюдать за музыкально-пиротехническим шоу в небе. За звание лучших боролись пять команд. Кто стал первым, знает Александр Блиников. Чтобы вечером показать пиротехническое шоу в небе, на земле участники готовятся целый день. Владимир Алексеенко представляет Крым. Приготовлением к фестивалю он занимается с 7 утра. Эти большие трубки называются «мортиры». Туда он закладывает заряд, который в определенный момент выстреливает в небо. Чтобы синхронизировать салют с музыкой, используют специальную программу. За все отвечает компьютер, где прописывается программа с каждой долей секунды. Потому что важно попасть в такт музыки, чтобы шар открылся в небе согласно какому-то такту в музыке. Участники должны были показать пиротехническое шоу длиной в пять минут. Оценивать фейерверки пригласили профессиональное жюри. Одно из самых главных это синхронизация музыки с салютом, чтобы они попадали в ноту. Второе, чтобы был четкий рисунок. Третье, чтобы не было пауз. Чтобы композиция соответствовала музыке. Чтобы в полной мере насладиться красочными салютами, организаторы ждали, когда стемнеет. Фестиваль «Смоленский звездопад» проходит четвертый раз. В этом году он переехал на новую площадку вблизи деревни Ермаки. Перед самим пиротехническим шоу зрители увидели концерт. Сейчас за моей спиной выступает группа «Технология». Устроить один такой фейерверк удовольствие не из дешевых. Пять минут пиротехнического шоу обходится участникам примерно в 400 тысяч рублей. Каждая команда получила приз своей номинацией. А главное гран-при фестиваля «Золотая мортира» досталось коллективу из города Королев Московской области. Александр Блиников, Андрей Кенденков, Вести, Смоленск.